Привет, друзья, с вами Маркович, и сегодня мы начнем играть в игру под названием A Ground. Данную игру мы с вами уже немножечко трогали, это правда было давно и неправда, как говорится. С тех пор вышло много обновлений, в том числе был добавлен русский язык, и это значит, что мы с вами сможем окунуться в атмосферу целиком и полностью данной игры, естественно, чего и будем с вами пробовать. Немного напомним себе, что же за игра такая. Это, собственно, выживание, да, мы с вами термим очередное крушение, потом попадаем на остров, где и предстоит нам с вами выживать с горсткой других выживших. Будем крафтить, собирать, строить и все такое вот проще на пути к нашему спасению, естественно. Ну что ж, давайте приступим. Ну что, друзья, собственно, крушение, после чего мы с вами, как я и говорил, попали вот на такой вот остров. Как холодно, я так устал, мне нужно укрытие, но вокруг только валежник. Но, знаешь, уже не так плохо, валежник нам с вами тоже пригодится. Давайте пособираем, тут древесинки, да, ягодки разные растут, их тоже можно собирать, естественно. Древесина, я едва могу ее удержать, мне понадобится больше запаса сил, чтобы двигаться. Но останавливаться нельзя, нужно найти укрытие. Блин, шрифт такой не очень удобный, честно говоря, для чтения. Но, надеюсь, мы с вами как-нибудь справимся. Ладно, у нас с вами уже превышен максимальный вес, давайте будем искать какое-то укрытие. Здесь оно есть, да, по идее должно быть дальше, вот. Что-то недостроенное, допустим, нам с вами встречается. Что это? Выглядит так, будто кто-то бросил строить укрытие на полпути. Будь у меня 8 древесины, я бы мог закончить работу. А у нас есть 5, ну, давайте хотя бы 5 отнесем, я оставил в хижине 5 древесины. Чтобы закончить работу, мне нужно еще 3. Простая, как говорится, математика, да, давайте. Да, собираем, в принципе, еще в округе должно валяться какое-то количество ее, которое у нас с вами может пригодиться. Вот еще одна последняя древесинка, давайте, третью забираем и отнесем обратно в свой будущий домик. Готово. Тепло, уютно, хорошо. Неплохо, интересно, кто это строил и почему бросил, кажется, это было недавно. Помогите, пожалуйста, спасите. Снаружи кто-то есть, можно ли ему доверять? Ну, почему бы не довериться голосу незнакомому снаружи, который просит о помощи, да? Спасибо, да спас мне жизнь, я уже почти утратил надежду, я слишком проголодался и устал, чтобы закончить укрытие, но что мы будем делать дальше? Пока что дыхать в тепле и сухости, но уже звучит неплохо, как план. А потом, как мы будем выживать на этом пустынном острове? Блин, дружище, это слишком далекие планы, просто будем, и все. Если вообще смысл, назад дороги нет, мы здесь застряли. Попытка не пытка, может жить здесь будет не так уж и плохо, вот я тоже о том же думаю. И я, как говорится, того же мнения. Ну что, друзья, у нас появился дом, такой вот маленький, уютный, зато в тепле, как говорится, и в сухости, да, и мух не кусают. И у нас появился дружище, который нам также будет помогать, и вот у него есть какой-то квестик для нас. Давайте посмотрим. Ты правда думаешь, что здесь можно выжить? Это невозможно, дружище. У тебя вроде неплохо получается строить, может построим что-нибудь для хранения ресурсов и провизии? Ммм, если у меня будет 8 древесины и 4 ягоды, может и получится построить хороший склад. Не очень понятно, как там ягода задействуется в строительстве, но да ладно. Ну что ж, первый квестик, нам с вами нужно собрать древесину и ягоды, и по рукам я легко найду все, что нужно. Возьми каменный топор раз такой бойкий. Ой, спасибо, спасибо большое, это пригодится. Так, здесь, видимо, кустик мы с вами уже обобрали. Ну погнали, рубить деревья, короче говоря, тогда, и собирать все, что можно собрать, потому что нам это так или иначе пригодится. Ягоды вот здесь одни, вот фиолетовые, они восполняют запас сил. Красненькие ягоды, они, собственно, по-моему, бафают на атаку, но уменьшают здоровье, к сожалению. Вот, и яблоки иногда падают, тоже пригодятся нам в дальнейшем, и сейчас они, можно их кушать, также будем, собственно, восполнять силы. Ну там еще и семена с деревьев какие-то падают, видимо, в дальнейшем тоже нам, с вами, как-то они пригодятся. Так, ну что, давайте вырубаем. А вот и уровень, кстати говоря, первый подоспел, точнее уже второй получается. Мы с вами апнули, здесь есть очки навыков, как видите, да тоже. Можно их улучшать, и для начала я, наверное, возьму вес. Вес, да, вес нам точно пригодится, потому что потом, конечно, появятся на с вами всякие сумки, там, рюкзаки и прочее. Но пока этого нет, нам это тоже очень сильно пригодится, чтобы побольше с собой таскать сразу разом и все это дело переносить. Не так, что, знаете, сбегал, одно брюно поднял и ходишь-бродишь. Так, что мы там с вами собрали? Все, нет? Да, у нас с вами все есть, давайте строить. Ну, я вообще хотел поговорить с тобой. Уже все собрал, ничего себе. Самое время построить склад. Так, есть, давайте где-нибудь рядочком с домом построим, прямо здесь. Да, ты только посмотри, есть чем гордиться, а то ж. Да, это нам точно пригодится, теперь хотя бы не будем так уставать от переноски тяжестей. С помощью кнопки «Переместись в все» можно быстро избавиться от лишних тяжестей, чтобы отметить то, что хочешь оставить в интернете, используя кнопку «Понятом». Спасибо большое. Так, и к нам кто-то снизу прокапывается. Но, кажется, это еще один наш друг. О, привет. Не знал, что кто-то еще выше. Я была под землей, оказывается, здесь столько интересного. Под землей ты? Ну да. Если тоже хочешь посмотреть, у меня есть лишняя кирка. Ой, давай, спасибо большое. О, и киркой обзавелись, балдеж. Чего ты ждешь, чтобы начать копать, искать руду, жми вниз. Понял, спасибо. Это мы с вами и будем делать. Ну что ж, здесь есть, собственно, подземелья такие. Тут есть уголь и не только, который нам с вами также пригодится, естественно, в дальнейшем. Поэтому мы с вами все это будем собирать, добро, как говорится, и к себе в кармашек складывать. Ну и потихонечку, потихонечку будем копаться все глубже и глубже. Чем глубже, тем, естественно, больше всякой руды и полезности всяких разных. Поэтому будем потихонечку с вами все это добро искать. Ну и вот так вот, знаете, ряд за рядом, я думаю, будем смотреть, искать и находить. Уровень третий, тем временем, у нас с вами. Давайте, все еще вес хочу. У нас еще 6 поинтов есть. И хватает максимальный запас сил. Да, лучше. Давайте, давайте. Увеличить, точнее. Сделаем так. Все, спасибо большое. Вот, уже, уже, как-то, знаете, посвободнее себя немножечко ощущаю. Так, еще, ой, сколько здесь угля-то, посмотрите на это, офигеть. Но под землей тоже не все так хорошо и не так уж и безопасно, потому что там всякие личинки, червяки и прочие, так сказать, ребята ползают, которые нам захотят откусить пол леса, естественно. Может быть и целиком, поэтому нужно быть осторожными. Так, это пока я все сюда выложу, все, что мне не нужно, чтобы не загружать себя. Восемь угля у нас с вами уже есть, семена. Ягоды оставлю, чтобы можно было покушать, в случае чего, если вдруг, знаете, совсем плохо станет, там, и мы с вами уйдем как-нибудь далеко, а силы на нас покинут. О, кабанчики. Кабанчики тоже здесь не очень дружелюбные ребята, они, так сказать, будут рады нас отойдить на свои вот эти вот клыки. Поэтому нужно быть осторожнее и аккуратнее с ними, естественно, и ходить с оружием всегда, чтобы можно было хоть как-то защититься от них. Они, знаете, ребята, довольно серьезные поначалу, естественно, будут вот. Ну и как видите, наши ребята, которые живут вместе с нами, да, вот они тоже потихонечку приносят ресурсы, будут нам таким образом помогать и дальше, само собой. Вот, поэтому чуть-чуть запасики тоже будут нам пополнять, и это хорошо. Ну что, мы пока давайте немножко с вами здесь пособираем уголька, потому что нам точно пригодится, очень скоро, я думаю. Вот, и дальше нам с вами нужно будет исследовать локацию, пойдем сходим с вами вправо туда куда-нибудь, там тоже что-то есть наверняка. Да и мы с вами, когда первый раз сыграли, мы туда тоже ходили, там есть еще ребята, которых можно будет найти. Мы к ним пойдем, сходим обязательно, поговорим с ними, пускай... О, уже два кабанчика, неплохо. Самое печальное, что наши жители никак на них не реагируют. Три кабанчика, да вы издеваетесь. Я, пожалуй, по нему здесь. Наши жители никак на них не реагируют, к сожалению, вообще вот просто никак, и нам приходится с ними справляться буквально в одиночку. Но потом появится вроде как охотник. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, я пойду вниз. Что хорошо, можно от них спрятаться внизу и вот так вот сделать. Вот так вот сделать, правда они как бы немножко далековато. Ай-яй-яй, нифига на четырьмя ударил, сразу такая... Далековато убегают, конечно. Так, крит-удар, все, минус один, и минус второй получается кабан, все, минус кабаны, окей. Немножко тоже побили нас, но ничего страшного. Итак, у нас с ними почти нет сил, давайте опять же на склад все отнесем, у нас тут мясо немножко есть. Ягоды я, пожалуй, заберу, хочу забрать себе, пускай будут, и пойдем с вами отдыхать. Во, нас уже больше. В тесноте, как говорится, да, да не в обломе. И когда я прибыла сюда, сразу же начала копать, поэтому даже не заметила шторм. Но я рада, что встретила вас, устала землю есть. Ого, землю есть, это, наверное, да, не очень приятно. Нет ничего лучше, чем отдохнуть в тепле после долгого дня в шахте, согласен. Как думаешь, есть ли другие выжившие? Да есть наверняка. Честно говоря, я удивлена, что кто-то вообще пережил крушение. Но вот мы здесь, а значит наверняка есть и другие. Угу. Кажется, что есть. Ну что ж, мы с вами немножко отдохнули. Ну что б тебя, что ты будешь делать, зараза? Четвертый уровень. Так, ну давайте, все еще вес хочу. Все еще хочу вес. И давайте, так, крит-удар, уклонение скорой с добычи. Копать быстрее. Видимость позволяет видеть больше блоков передвижения и добычи ресурсов. Но тоже неплохо, но стоит это 30 поинтов. Если что, атака 50. Тут, короче, все. Давайте крит-удар. Вот так вот бакну тогда. Хотя бы он стоит не так дорого почему-то. Ну да ладно. Так, кабан, ну стой на месте, пожалуйста. Стой на месте, не рыпайся. Во, вот так отлично, замечательно. Плюс еда, плюс все остальное. Итак, мы с вами сейчас немножко пройдемся вправо. Попробуем посмотреть. А войс что-нибудь найдем. Да не руби деревья пока, подожди. Что-нибудь интересненькое мы с вами там найдем обязательно. Кого-нибудь, может быть, желательно не кабанов, конечно же. А то, знаете, кабаны какие-то такие прям, ребята, очень недружелюбные. Вот там внизу как угля-то, жесть. О, кабан, привет. Подожди, да подожди, хватит меня бить. Крит-удар, давай еще разик. Все, отъехал, молодец. Вот эту комнатку я помню. Там, по-моему, живет маг. И здесь, да, здесь есть лучник. Это хорошо. Привет, привет, дружище, приходи к нам. Сейчас будем с ним вместе разбираться с кабанами, видимо. Эй, видел, как я завалил того кабана? Да, а как тебе это удалось? При помощи лука, видимо. Легко, главное сноровка. А, вот оно что. Я тут местность зачищаю. Если поможешь, начну научить тебя охотиться. Давай, конечно. Учись использовать элемент внезапности. Атакуй врагов со спины, чтобы нанести критический удар. Ага. Вот, держи верстак. Открой его в инвентаре, чтобы мастерить оружие. Прямо в инвентаре? Разве не нужно ставить? Я предпочитаю луки, чтобы не надо было проходить к противникам близко. Но если ты хочешь сражаться в руку-капашную, Бактер поможет тебе блокировать атаки. Ну, щит, короче говоря. Так, жми, чтобы экипировать оружие. Икс, чтобы атаковать. Игрик, чтобы прикрыться щитом. Понял. Попробуй делать луки и убить парочку кабанов. Если понадобится совет, дай мне знать. Хорошо. Понятно. Так, ну давайте сразу спустимся сюда тогда. Вот к этому дружище. Он живет в такой вот замечательной, забавной, интересной комнате. Сделанной из, не знаю, обсидиан. Да не обсидиан. Но что тут такое? Ой, сори. Так. Эта планета полна загадок. Я проводил эксперименты и, кажется, открыл магию. Мне нужны материалы для исследования. Если тебе попадется личинга, это те самые ребята, которые по земле живут, убей ее и принеси мне драконью кровь. Я тебе награжу. Понял, спасибо. Хорошо, сделаем. Так, давайте пока поднимемся. Он говорил, что мы можем верстак открыть здесь, да? А-а-а. О, слушайте, это правда получается переносной верстак. Его реально можно с собой таскать и просто крафтить на весу. Это круто. Факел нам пригодится. Костер можем сделать. Верстак еще, ну и так, печь, сундуки, ловушки. Стрелы можем делать. Для лука нам с вами надо, получается, железные слитки. Ну что ж. О, тут уже и броня есть, и меч есть. Ну и чтобы домой, так сказать, идти не с пустыми руками, давайте мы прямо отсюда начнем копать и вот так вот потихонечку, полегонечку под землей пройдемся до нашего домика. Глядишь, вот видите, кучу угля хотя бы насобираем. Правда, из-за того, что мы с вами пока еще, так сказать, очень немощны. Мы не можем много ковырять, много нести с собой, поэтому давайте сколько мы ковырели выходим и идем обратно домой. Надеюсь, кабанов не встретим. Не хотелось бы, честно говоря, пока с ними драться, хотя... Да, конечно. О, еще и двое. Так, дружище, ты нам не поможешь случайно? Слушай, у тебя же там стрелы есть. Ну, видимо, не поможет, к сожалению. Ладно, поехали. Давай, теперь я на нас... Только, слушай, хватит, это само отвалит меня. Да уже это само отъесть, пожалуйста. Спасибо большое. Все. Ядрить, еще два кабана, да вы издеваетесь. Ладно, я пойду здесь пережду, пожалуй, знаете. Под землей уютно. Три кабана! Я понял. Где мои ягоды? Подождите, нужно съесть много ягод. Пополним запасы энергии хотя бы. Я не попадаю по нему... О, так. Понял. Тихо-тихо-тихо-тихо. О, все, стойте там, стойте там. Подождите, я пока сам перенесусь сюда. Мясо заберите, дерево заберите, уголь заберите. Верстак пока оставлю. Он весит пять единиц, правда, офигеть. Не, пять многовато, пускай лучше здесь лежит. Так, ну мы готовы, мы готовы. Как копается, наверное, стоит построить плавильню, чтобы выплавлять из руды слитки. О, согласен. Так, уголь, у нас есть уголь. Отлично, дай мне знать, когда найдешь достаточно угля. Так уже нашли. То, что надо, мы мигом поставим плавильню. Давай. Ну, прямо здесь где-то рядом поставим со складом, да, чтобы было удобно, чтобы недалеко все это было дело. Готово. Теперь мы с вами можем плавить из руды слитки. В плавильне можно превращать руду в слитки. Для выплавки нужно горющее, но, к счастью, уголь здесь не на каждом шагу, это точно. Так, и новый уровень, это прям балдеж, хочу вес. Веса, как говорится, много не бывает. Так, вес давай, и остается еще 8 очков. Ну, давай еще крит прокачаем. Крит тоже нормальный, тема, мне кажется, будет. Все, хорошо, и теперь мы с вами здесь можем плавить, но пока плавить у нас с вами нечего, разве что мы можем заправить эту штуку. Вот так вот. И теперь нам с вами нужно пока кабаны. Пускай там сами с ними разбираются, короче говоря. Пойдем копать. Пойдем копать много, очень много. Так, чтобы нам с вами как раз сделать все эти квесты заодно. Ну, и в целом нам руда пригодится, естественно. Забираем здесь тоже, давайте то, что я в прошлый раз не смог забрать. И идем сюда вниз. Пойдем, короче говоря, с вами как можно глубже. Ну, и по пути сейчас просто будем собирать весь уголь, который мы найдем. И руду, естественно. Чем дальше в шахте мы с вами будем спускаться, тем темнее будет становиться. И поэтому нам с вами нужен, по идее, будет факел. Но пока что спустимся на тот уровень, где мы с вами хоть что-то будем видеть, да. И, соответственно, сможем подбирать там всякие вот такие вот нишечки, которые нам с вами будут падать, естественно. Пока что это уголь. Ну, и как видите, наши ребята тоже стараются. Приносят хоть и немного ресурсов, но так или иначе. А вот и железо, кстати. Наконец-то нам попалась первая руда. Давайте заберем ее сейчас. Здесь у угля довольно много, кстати говоря. Железная руда найдена, отлично. Угля есть много еще, железная руда. Мы с вами опять уже перегружены, но это я заберу. Это я пожадничаю, заберу. У нас с вами еще немножко... Мы продойдем медленнее из-за этого. У нас с вами есть немножко ягод, чтобы восполнить запас. Совсем чуть-чуть, но я надеюсь, что нам с вами хватит, чтобы дойти до дома. Потому что иначе у нас начнет тратиться здоровье наше. А это, конечно, не очень хорошо. Со склада украдены ягоды. Да, черт подери, что это такое? Кто ворует, не понял. Только вроде бы построить, уже какой-то воричкой завелся. Так, железная руда две штуки есть. Уголь тоже выгружаю есть. Не так уж прям много, но так или иначе. Но пока ночь, давайте отдохнем, сходим. Ой, охотник пришел, кстати. У тебя так хорошо получается. Ты был охотником до крушения? Хе-хе. И маг такой вот подглядывает. Так-так, что тут у нас происходит? Никогда в жизни не убивал животных. Я ученый, работал в лаборатории, молекулы и все такое. Ух ты, как ты тогда всему научился? Чему только не научишься, чтобы выжить. О, да, это точно. В таких условиях человек меняется настолько, что прежние ты едва бы себя узнал. Опа, к нам еще кто-то пришел. Ну-ка, давайте поговорим. Как же рад тебя видеть, парень. А я-то старый уж думал, что один во всем мире остался. Я могу тебе помочь есть еще порох в пороховнице. Хорошие данные всем не помешают. А я на сельском хозяйстве собаку съел. Может, построим амбар и организуем ферму? Ферму, конечно. Это наша любимая ферма, вообще-то. Древесина нужна. У вас есть древесина? Забирай, дружище, держи. Отлично, я построю амбар и посажу семена пшеницы. Окей, так, вот амбар. Ну, давайте немножко подальше поставим его сюда куда-нибудь. От дома. И сразу же у нас с вами поле пшеницы появляется. Тоже здесь около амбарчика посадим. Теперь у нас есть ферма. Заходите иногда, чтобы собирать урожай. Это поможет тебе восполнить запас сил. А пока урожай не поспел, возьми хлеб. Интересно, откуда он его взял? Ну да ладно, спасибо большое. Ой, и квестики еще появились. Отлично. Так, яблоки здесь на каждом шагу. Если раздобыть семян, можно будет высадить хороший фруктовый сад. Это замечательно. Нужно 4 яблока собрать. Понял, сделаем. А что другие товарищи от нас хотят? Давайте с ними тоже поговорим. Может построим мастерскую, чтобы изготавливать из слитков инструменты? Конечно, давай. Я могу это сделать, но мне нужно 5 железных слитков и 5 древесины. Но это мы добудем, конечно, принять. Железная руда залегает довольно глубоко, поэтому возьми с собой факел, чтобы освещать путь. Если вы, говорит, возвращайся ко мне, я сделаю еще. Так, а ты именно халяву, подожди, сделаешь? Чтобы получить железную слитку, это понятно. Нет, подожди. Да, елки-палки, я понимаю. Ладно. И какой-то еще один квест. Может построим кухню? Мясо это хорошо, но если его приготовить, станет еще лучше. Согласен. Чтобы построить кухню, мне нужно 10 древесины и 10 угля. Наберем. Запросто вообще. Так, что у нас там по квестам с вами получается? У нас их получается овер дофига, да? Уже. Раз, два, три, четыре, пять квестов у нас с вами. И три из них на сбор всяких разных полезностей. Ну что ж. Как говорится, вперед с песней, поехали собирать. Сейчас тут деревья нарубим, с них как раз и яблоко древесины получится. Одно мы с вами собрали. Так, давайте поговорим с этим дядькой. Говорит, похоже, ты принес все, что нужно. Пора строить кухню. Так, ну давай кухню где-то рядом с домом поставим здесь. Там кабанчик появился уже, найс. Ты можешь готовить на кухне сколько угодно. Пока у тебя есть древесина или уголь для поддержания огня. Понял, спасибо. Так, кабан. Слышь? Ну ясное дело, ты уже бежишь к нам. Да, ну давай, 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 кто кого. Ты меня или я тебя? Сейчас. Все, разобрались. Отлично. Давайте глянем сразу, что здесь можно готовить. Во-первых, заправим углем все это дело, да, естественно. Опа. Можем делать стейки, можем делать бургеры, хлеб, пироги и оладьи. Так, гамбургер, мы с вами можем сделать одно мясо и два хлеба, как раз. Ну давайте сделаем 60 здоровья плюс, он с вами добавляет. Пошел процесс готовки и он готов. Ну а теперь остальное все на стейке пустим, естественно. 7 штук мяса. Пошло дело, потом можно будет здесь забрать. Да, ты издеваешься. Откуда ты здесь взялся, кабан? Тебя здесь не должно было быть. Все, отлетел. Отлично, молодец. И теперь с этим, дядька, поговорим тоже. Давайте по поводу яблочного сада. Отлично, теперь у нас есть семена яблок. Самое время высадить фруктовый сад. Давай. Сделаем это, как говорится. Так, семена можно посадить на травяных блоках. Главное, чтобы хватало места. Покажи, где посадить семена яблок. Ну давайте где-то рядышком посадим, естественно. Спорим с нашим вот здесь, например. Хорошо. Фруктовый сад на ферме. Замечательно. Используй семена, чтобы менять пассивы в амбаре. Если понадобятся новые семена, дай мне знать. Окей. Уровень 6. Так, ну по-прежнему хочу вес и крит. Давайте так сделаем тогда. Раз такое дело, вес нам с вами точно пригодится. Окей. Не здесь в амбаре. Теперь мы с вами можем, во-первых, собирать урожай. С поля пшеницы мы с вами сможем получить от 2 до 8 единиц пшеницы. С фруктового сада не только яблоки, но и древесину, что очень полезно. От 1 до 4 единиц тоже. Здесь мы с вами можем управлять, менять и так далее. Когда нам с вами это нужно будет, естественно. Ну что ж, классно. Справились с квестами. И теперь нам с вами нужно сделать лук. Для лука нам нужен был слиток железный. Поэтому нам с вами нужно идти ковыряться вниз, соответственно. Ну и по заданию для мастерской нам с вами также нужны железные склитки. В любом случае. Так что путь наш сейчас лежит именно туда. Именно внутрь, вглубь шахты. Так. Я сейчас со склада украденный железный. Да хватит воровать. Кто ворует-то? Только дом построили, блин. Только начали это самое выживать. Уже кто ворует. Так. Это пока все сюда. Давайте ягоды с собой заберем. На всякие пожарные случаи. Чтобы, если что, подпитаться. И пойдем вниз в шахту. Ковыряться дальше. У нас есть факел замечательный, который нам у нас встретит путь. Будем с вами спускаться все глубже и глубже. Все ниже и ниже. Соответственно. Собирать руду. И находить чем-нибудь интересненькое, надеюсь. Поехали. Наконец-таки надыбал железные руды немножко еще. Давайте пособираем ее. Как раз у нас здесь. Это не мои ходы прорыты здесь. Здесь скорее всего червяки рылись. Поэтому надо быть осторожным. Так сказать. Держать ухо востро. Потому что не хотелось бы сейчас с ними встречаться. Если честно. Потому что явно мы к этому еще не готовы. У нас с вами ничего буквально нет. Но так или иначе мы с вами спускаемся глубже. И еще один тоннель прорыт. Не нами. Так. Еще железная руда. Все. Максимальный вес достигнут. Надо возвращаться домой. И все это дело выгружать. Иначе мы с вами будем тратить супер много выносливости. А потом пойдет вход в наше здоровье. Чего конечно же не хотелось бы. Со склада украдены... Да хватит. И кто что ворует-то? Так. Уголь выкладываем. Руду выкладываем. Ягоды забираю. Кстати. Возьму еще с собой ягодок. Надо бы их поесть. Надо бы их поесть. Потому что у нас сами силы на исходе. Так. Я сейчас съем все сразу. 9 максимум. Окей. Все. Восполнили. На самозапасе. Если что еще имеется. И отправляемся обратно в шахт ковыряться. А вот кстати говоря. Эти самые червяки. Едричка вообще эти не суровые ребята. Мы пока с ними не готовы встречаться. Так что пускай они лучше от нас отстанут. Мы от них убежим сейчас. А потом уже пойдем обратно. Когда немножечко так сказать отпустят нас. Ну. Можно пока что поковыряться здесь на самом деле. Может быть здесь тоже какой-нибудь уголь есть. Или что-нибудь типа того. Хотя бы. Во. Смотрите как отлично. Уголек. Если повезет. То можно найти как бы здесь железо. Естественно повыше чем мы с вами спускались. Но. Там его естественно больше. Там его проще найти. Докопался аж до какой-то породы. Которую мы пока с вами раскопать не можем. Но это каменная порода. У нас с вами кирка самая обычная. Да. Каменная видимо. Поэтому. Сейчас. Увы. Ах. Здесь мы с вами сделать ничего толком не сможем. К сожалению. Давайте хотя бы вокруг как-то обкопаемся. Посмотрим. Опа. И что такое у нас? Что-то нашли. Кварс. Окей. Кварс наверное тоже пригодится. У нас с вами очень мало выносливости. Так. Давайте съедим. Все что можем съесть. И наверное пойдем обратно. Ой еще железо вижу. Сейчас заберу. Забрали. Так что у нас там по выносливости. Точнее по весу еще можем пособирать. Да. Пособираем. Но. Опять же проблема в том. Что у нас больше еды то нет. И сейчас. Во еще железо. Давайте возьмем. И отправимся на поверхность. Итак. Мы с вами выбрались. Давайте на склад загрузим все что нашли. Так. Это уголь. Это у нас с вами руда. И кварс. У нас с вами есть железо руды. Девять штук. Этого маловато. Нам бы с вами еще найти. Поэтому пойдемте отдохнем. И там уже отправимся. Вы молодежь наверняка думаете. Что настал конец света. Я тоже самое думал. Во время третьей мировой. Ничего. Сижу тут с вами. Живой и здоровый. Я так скажу. Надо делать все что в наших силах. Да. Радоваться еде на столе. И ладной компании. Мак такой вот. Ну подглядывай. Ты понимаешь что там происходит? Сколько нам придется жить на этом богом забытом острове? Кто знает. Но надежда умирает последней. Возможно со временем здесь станет не хуже чем дома. Возможно так и будет. Возможно. Так. Ну что ж. Мы с вами отдохнули. Тут у нас кстати говоря готовы наши стейки и гамбургеры. Возьмем их. Здесь у нас наверняка тоже можно что-то собрать. Надо бы глянуть. Что там хлеб нам дает. Кстати говоря. Хлеб нам дает. Ой. Запас сил. Это очень хорошо. Потому что нам это как раз надо. Максимально 8 можем сделать. Поехали. Добавляем сюда еще угля. Все. Заправили. Пускай. Пускай приготовляется хлеб. Потому что нам надо. Иначе мы с вами не сможем нормально прокопаться. А нам бы с вами пособирать еще руды. Немножко не хватает сейчас у нас. Сколько там можем сделать. Давайте посмотрим. Мы всего лишь 4 куска сможем сейчас сделать. Да с вами. Ну давайте. Хотя бы так заправим. Пускай делается потихонечку. А там уже раскопаем еще немножко. И будет нам с вами счастье. Собрать все готовое. Все. И теперь мы отправляемся с вами вниз. Ну что ж. Кое-что еще пособирал. Немножко внизу. Давайте. Так. Мы с вами железный руды отправим. Кварц. И вот золото нашел еще. Кстати одну. Одну рудинку. Так. Забираем отсюда. Все готовое. Или давайте сразу сделаем еще. Да. Сколько мы с вами сможем еще 3 штучки сделать. Да. Хорошо. Теперь точно хватит на все про все. Замечательно. Пускай готовится. Так. Что у нас с вами еще здесь есть? Давайте на нашу ферму сбегаем все-таки. Может быть что-то уже приготовилось или нет еще? Пока еще нет. Ладно. Хорошо. Здесь у нас с вами хлеб еще готов. Заберем его тоже естественно. Две штучки. Ну и пойдемте отдохнем наверное тогда. Все. Как говорится утро вечера мудренее. Все вот это вот. Забираем 7 слитков. Готово. Руда у нас с вами теперь есть. И можем поговорить опять. Так. С кем там? Вы там все в куче стоите. Можете выйти пожалуйста? Отлично. Самое время построить мастерскую. Да. Да-да-да. Давайте построим. Мы как раз рядом здесь с нашей половиней. Будет есть самое место. Опа. Все. Класс. В мастерской можно мгновенно создавать инструменты и предметы. Если есть нужные материалы. Окей. Это меня более чем устраивает. Спасибо. Давайте посмотрим. Что-то можно делать сразу. Стальная. Тут уже прям сталь сразу идет. Стальной меч. Топор. Броня. Изогнутый лук. Коплевидный щит. Стальной верстак. Вагонетка. Рельсы. Лом. Фонарь. Вот как раз таки кварт здесь нужен. Да. Заборчики. Знаки. Факел. Костер. Да факел сделать еще один. Скончается уже почти кстати говоря. Спасибо. Плюс факел. Верстак у нас есть. Нам подарили. Наковальную можно сделать. Окей. Я так понимаю. Чинит предметы. А. Наковальня чинит предметы. Это хорошо. Это мы с вами будем иметь ввиду. Так. Для хранения предметов можно использовать под водой. Нифига себе. Ловушки. Стрелы. Лук. Вот. Лук. Давайте сделаем. Железный кирк. Блин. Железный меч. Это все тоже нужно будет сделать. Но потом уже наковыряем. Давайте с лука начнем все таки. Лук сделаем сейчас себе. И стрелы. Стрелы мы с вами себе сделаем. Сколько? Давайте. Десяток. То есть получается 20 у нас так будет. Да? Угу. Все. Сделали лук стрелы. Давайте снарядим тогда. Так. А у нас ведущую дал. Во. Все. Лук получается. И теперь попробуем подстрелить кабанчиков. Давайте это издалека как это сделаем. Надеюсь мы где-то встретим их далеко-далеко. Чтобы они нас не заметили сразу. И мы могли бы их как-то уделать. Что называется издалека. Потому что если они побегут на нас. Я думаю что нас с вами не поздоровится. Ну вот конечно как всегда мы с вами идем и их ищем. Ни одного кабана блин нету. Что ж ты будешь делать? Угу. Я понял. Я понял. Здесь пока вещь ковырять пока не могу. Но потом сможем. И наверх поднимемся естественно. И там тоже посмотрим. Но это уже. Как говорится совершенно другая история. Нужна будет другая кирка. Так. Где блин кабаны все? Алло. То их 500 тысяч. Бегает здесь. То ни одного нету. Я сделал лук. Они видимо прознали об этом. И теперь не ходят. О. Бам. О. Неплохо. Кстати говоря. Только нормально. Нормально. Если бы мы еще бахнули его. Так сказать. Когда он был подальше. Тогда возможно бы прошел бы и крит. А. Ну все. Можно кое-что уже выполнить. Да. Давайте поговорим. Мы мигом очистим эту уместность от опасных созданий. Дарю тебе свой старый рюкзак. В награду за хорошую работу. Он не раз пригодился тебе в походе. Спасибо большое. Наконец-то. Это наш первый рюкзак. Который добавит нам. О да. 130. Теперь мы с вами можем таскать. Они 75 как было до этого. Так что прямо таки прекрасно на самом деле. Так. Что ж за квест? Что у тебя есть? Нужно что-то делать с дикими животными. Сделай 6 заборов на верстаке. Так мы сможем оградить периметр. Так. Забор 6 штук. Хорошо. Сделаем. Только нам нужны деревья для этого видимо. Мы сами если что есть здесь. Можем делать заборы. Вот таким вот образом. Так. Давайте немножко деревьев порубим тогда. Нет. О. Стрелу подобрать можно кстати говоря. Это хорошо. Забираем стрелу. Нам с вами нужно знаете как сделать? Нам с вами нужно назначить. Чтобы было удобно. Переключиться. Каменный топор. Во-во-во. Балдеж. Ну а теперь немножко так сказать поработаем руками. Порубим деревья. В смысле промах. Это просто дерево. Оно стоит на месте. Как-то мог промахнуться по дереву. Это очень странно было. Ну ладно. Так. Давай рубить. Все. И теперь мне кажется мы с вами сможем сделать заборчик. Вот здесь. Так. Поехали. Забор. Нам нужно было 6 штук сделать его. Ну давайте сделаем. Опа. Есть контакт. Все. Идем говорить с нашим дружище. Или что нам нужно было сделать? Да. Просто сделать забор. И все. Охотник. Ты где? Вот ты где. Стой на месте пожалуйста. Да блин. Поговорить тогда я с тобой. Отлично. Кабанам не прорваться сквозь забор. Поэтому мы сможем защитить наше поселение. А да. Я поставлю одну секцию забора здесь. Огради остальную часть базы. Чтобы обеспечить безопасность. Где поставишь? А как? Ладно. Так. У нас у меня еще плюс уровень. Кстати говоря. Запас сил. Давайте поднимем. Крит поднимем. И еще крит поднимем. Так. Хочу крит. Хочу много крита. Чтобы было у нас. Почему бы и нет? Окей. Он поставил забор здесь. Прямо здесь. А как это интересно работает? Кабаны же не появляются. Они появляются что ли на пустом месте. Где ничего нет. Вот так вот. На этих местах. Интересно. Ладно. Нам нужно что-то сделать? А. У нас даже квеста нет такого. Но у нас сами есть еще заборчик. Я так понимаю. Да. Здесь. Давайте посмотрим. Так. Забор есть. Разместить. А. Прямо здесь я стою что-то размещается. Это очень странно. Забор забрать. Давайте здесь разместим тогда что-ли. Я не знаю. Как-нибудь попробуем. Разместил. Вроде как. Забрать могу его. Забрать. Но не. Не буду забирать. Пускай будет заборчик здесь такой. Давайте один здесь поставим как-нибудь. Как он поставится опять же интересно. Но сейчас увидим. Как-то наверное должен разместись. Разместился он немножко дальше. Чем я планировал. Ладно. Ну пускай будет. Я не знаю. Поедитесь. Кабаны не должны появляться опять же. Потому что у нас сами скорее всего здесь. А вот кабан появился. Но он был дальше. И охотник с ним разобрался. И после него не остается ни мяса. Ничего такого. Да. Да пускай кабаны будут. Типа они же. Они. Мы же так сказать с них мясо получаем. И все прочее пока что. Но в общем. Примерно понятно как это работает. Мы с ними в любом случае в эту сторону еще будем застраиваться. Вот здесь можно было бы забор поставить. Еще попробовать. Ну-ка. Давайте кабахнем один. Во. Поставился. Ну окей. Пускай будет. Вор пойман с поличным. Ты пойман за руку как вор. Так. Хорошо. И что же там за воришка такой. Нам и так тяжко приходится. Только воров не хватало. Да. Я должен забору вещичек. Но послушайте. Взамен могу кое-что предложить. У меня есть связи с торговцами на других островах. А ты вообще кто такая? Откуда ты пришла? С торговцами есть и другие выжившие. Ага. Но чтобы убедить их приехать сюда. Мне потребуется пять золотых слитков. Нифига себе. Мы поймали тебя на краже. А ты еще требуешь платы? Краже, краже. А это сделка. Я предлагаю добавить ваш остров к торговому пути за пять золотых слитков. Ну согласимся что делать. Ладно. Если мы наладим торговлю с другими выжившими. Сможем выбраться с этого острова. Окей. Очень странная подозрительная личность. Но хорошо. Допустим. Так. Давайте-ка все выложим на самом деле. Тут куча всего в инвентаре есть. Того что быть наверное не должно даже. Ну что ж. Немножко покопал еще в шахтах. Давайте наверное отдохнем тогда в домике. О, фигашка. Котомка набилась уже жителями. Расскажешь, что ты знаешь о других выживших? Большинство людей разбросало по разным островам. Где-то народа больше, где-то меньше. А на некоторых островах даже кое-какие технологии в ходу. Я даже слышал, что на каком-то из островов есть почти неповрежденный корабль. Летать может? Не знаю. Это ведь только слухи. Но даже если может, это верная смерть. Лучше оставаться на этой планете. Пока мы здесь. Им до нас вроде бы нет дела. Мы даже получается на другой планете какой-то сами. Нифига себе. Вот так истории, друзья мои. Ну что ж, потихонечку мы с вами начали свое выживание. Тут уже построили даже мастерских. Домик, собственно, амбары и прочее, прочее, прочее. Нашли не нескольких людей. Будем продолжать в том же духе. Находить еще людей. Будем, естественно, крафтить, собирать, копать. И так далее. Исследовать локации, друзья мои. На сегодня мы с вами с этим завершим. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчик. Новые с вами, как всегда, увидимся. Всем до скорого и пока-пока.